Вообще-то историю пишут летописцы. Не победители, а летописцы. И то, что мы знаем из истории, это летописи. И фальсификация летописей равносильно самому ужасному преступлению в традиционном мировоззрении. А вот в мировоззрении человека XX века фальсификация, ну как же, ну это же обычно. Кто победил, тот и врет. Вот так вот получается, что надо эту ложь разоблачать. То есть дело не в то, чтобы не удивляться этому. Я, конечно, этому не удивлен, понимая установки большевизма. Но все эти эпизоды надо разоблачать, потому что, видите, они до сих пор до нашего времени формируют мировоззрение людей. Искажают представление о нашей собственной стране. Оправдывают преступления большевизма. Ну, все, что я сказал практически, это же идет оправдание большевизма с целью, вот они бесы совершеннейшие. А мы-то все в белых одеждах. Вот у нас-то все, вот мы должны это время и прославлять. Одна из сокровенных тайн, которая должна быть расследована, на мой взгляд, но это точно не при этом режиме, это соотношение потерь мирного населения и фронтовых потерь Советского Союза. По моим ощущениям, чуть-чуть я здесь это затронул, эту тему, здесь поменяли местами миллионы людей. Для того, чтобы скрыть, во-первых, чудовищные потери на фронте, и для того, чтобы обвинить противника в том, что были массовые казни на оккупированных территориях. Все эпизоды, которых я касался, и которые должны были бы свидетельствовать о массовых казнях, фальсифицированы. Я не так уж их много видел, ну, вот там Бабий Яр, это самый такой азбучный, а вообще нет захоронений. Вот Бабий Яр считается 100 тысяч человек, некоторые говорят 100 тысяч евреев там уничтожили. А вообще нет захоронений, ничего не найдено. Якобы показания свидетелей там нет. А где расследование, где там была чрезвычайная комиссия по расследованию, она сделала вывод, на каких основаниях? Ни на каких. Ни на каких. И там... И там... Да, вот все основано на лжи. Где-то там провели митинг уже после освобождения, общий киевский митинг, и на митинге там воззвание к то ли ЦК, то ли Политбюро, не знаю. И на этом митинге цифру 100 тысяч сейчас выучили. И так она и осталась, как будто вот она установлена с абсолютной достоверностью. А нет захоронений. Там только в километре был концлагерь для военнопленных. Там действительно раскопали, там около 800 трупов. Ни один труп не имел следов насильственной смерти. То есть умерли либо от эпидемии, либо от голода, но никого не расстреливали. И это отдельная категория. Это военнослужащие. Они там умерли, да, там были жесточайшие условия. А в Бабе Миру, в самом этом овраге, ничего нет вообще. Ну даже никаких следов. И никто особенно и не искал. Потому что после войны, специально для того, чтобы сокрыть эту правду, сделали там городскую свалку. И она 10 лет там существовала. Городская свалка. То есть это целенаправленная, зонамеренная фальсификация. И вот я думаю, что это одна из глобальных задач для исследования. Это совместить, наконец, правду историческую с окопной правдой. Потому что окопная правда говорила, завалили телами. А статистика фронтовая говорила, ну потери у нас всего на 20% больше. Как это сопоставить? Десятикратно большие потери, о чем говорят участники войны, в том числе и известные писатели, известные люди, которые своими глазами все это видели. И вот эта статистика. И общее число потерь тоже, то, что сейчас считается при Горбачеве, это было объявлено, сейчас было подтверждено 26,6 миллионов потери. Это не потери, это потери, но не фронтовые и не мирные жители, это демографические потери. И по-настоящему сказать, сколько убито на войне, сколько умерло от причин, связанных с войной. Не потому что человек просто старый умер, а почему от голода. Голод связан с войной, можно об этом говорить. А в Ленинграде называют цифру 800 тысяч на Пискаревском кладбище, а в сумме вместе с фронтовыми потерями 1 миллион 100 тысяч или даже больше. А это чьи вообще, на ком вина за эти жертвы? Жертвы колоссальные, просто, которые не вмещаются в голову. А на ком вина? А, ну конечно, немцы начали войну, значит вся вина на них. Тогда вот, да, тогда, ну раз мы победили, значит вся вина на тех, кто проиграл. Но это же не так. Мы же понимаем, что это не так.